Сегодня я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Атака на роль Отца». Я верю, что сегодня мир, в котором мы живем, он сильно атакует именно вот эту особую роль, которую Бог доверил мужчине. Дьявол всегда старается разрушить божественные принципы и структуру. Он извращает, все делает наоборот, противоречит Писанию или пытается легализовать то, что Бог называет злом или грехом. Например, секс вне брака. Библия говорит, это грех, это плохо. Дьявол говорит, что нет, это нормально, практикуйте. Аборты или пьянство. Бог называет это грехом. Дьявол говорит, что это нормально, ничего страшного. И сегодня отец или мужчина, который был создан Богом, он был предназначен, чтобы иметь особую роль в семье и в жизни детей. Но и это сегодня дьявол пытается расшатать. И сегодня мы с вами проанализируем, какие атаки сегодня идут на отцов. Итак, даты на экране. Как вы думаете, что произошло в эти годы здесь, в Америке? Это было начало движения феминизма. Это первая атака, которая сегодня разрушает авторитет отцов. Это движение или это влияние, первая волна пришлась на конец 19 века и начало 20 века. И вопрос, в чем же она заключалась? Вот в этом движении или главная идея заключалась в том, чтобы дать женщинам больше прав. Первая волна, она просила женщинам дать право голосовать. И с одной стороны это неплохо. Но если мы начнем изучать вот это движение феминизма поглубже, то вы увидите, что корни, они очень злые и очень разрушающие. И они действуют сегодня в нашем обществе. Например, уже чуть дальше, 1960 год, в Америке пошла сильная волна феминизма, которая более известна под названием сексуальная революция. Это тогда, когда была продвинута или продвигалась таблетка противозачатия. И таким образом женщины, они добивались того, чтобы, во-первых, иметь сексуальную свободу и не быть привязанным к одному мужчине в одной семье. Это и развращало общество еще больше, и распространялся секс до брака, и это все еще больше развращало это поколение. Дальше, на следующем слайде, вы видите женщины, которые гордо кричат, что мы принимаем таблетки, которые абортируют детей. В начале таблетка противозачатия, потом свобода в секс до брака, потом следующий этап, видите, волна, которая говорит о том, что мы уже принимаем таблетки, которые могут уже абортировать детей. И все это было под руководством движения феминизма. Но на этом все не закончилось, друзья. Если мы идем дальше, я хочу, чтобы вы заметили, как развивается это движение, как оно набирает ход, как оно прогрессирует. И вот уже следующая волна, если вам видно на этих картинках, здесь уже женщины требуют больше власти. Женщины требуют больше признания. Именно вот на этих хэштегах там написано «girlboss», то есть девчонка, женщина, босс или начальник. На других фотографиях там лозунги говорят, что больше власти. Empower women. Но если вы еще читаете другие лозунги, то вы там прочитаете такие надписи, как «будущее за феминизмом». Будущее будут только женщины. Нет, не спешите, не спешите. Назад слайды. И вот это, друзья, уже здесь за этим кроется дух Иезавелии. Об этом у меня нет времени обычно много рассказывать, но это действительно за этим стоит дух. И дальше, друзья, в Америке 1960 год, вот эта таблетка противозачатная, она стоит легализована уже государством. И потом смотрите, как развивается событие дальше этого движения. Сегодня феминизм, он превратился в токсичное движение, которое развивает ненависть к мужчинам или к отцам. Я вам приведу несколько цитат, которые заявляют феминисты или активисты феминистского движения. Следующий слайд вы читаете, я вам переведу. Там говорится вот что. Есть что-то особенное в женщине, которое доминирует в мире мужчин. Требуется определенная сила, ум и нервы, чтобы никогда не принимать «нет» за ответ. Следующая цитата. Я хочу видеть мужчину, избитого до крови, высоким каблуком, засунутым ему в рот, как яблоко в рот свиньи. Хочу, чтобы вы заметили, что вся эта информация, она доступна в интернете, это история, которая развивается в нашей стране. И это, сказали, не просто какие-то средние там люди. Это активисты, лидеры движения феминизма. И я хочу, чтобы вы заметили вот на этих картинках, как там мужчинам рубят головы и так далее. Это все подводит нас к тому, что называется атака, одна из атак на отцовство. И дальше выпускаются книги. Дальше вы видите книги с такими названиями, как «Я ненавижу мужчин». И итог всему подводит вот эта книга красного цвета, которая переводится «Конец мужчинам». Если вы проанализируете суть книги, то там главная идея – представьте мир без мужчин, или то есть без отцов. А теперь пытайтесь, попробуйте проанализировать, друзья, насколько это движение развилось и набрало обороты. Насколько это движение, за которым можно явно видеть дух, который разрушает полностью все божественные принципы, роли, которые Бог раздал людям в семье, в обществе, везде. И здесь, друзья, мы видим, что за этим стоят какие-то силы тьмы, которые сегодня умышленно разрушают структуры, которые сам Бог утвердил. Кто-то из вас скажет, ну да, мужчины этого заслужили. Есть некоторые мужчины очень жестокие, насильники, абьюзеры и так далее. Мы к этой мысли вернемся. Но я хочу, чтобы сейчас вы увидели большую картину, общую, так выше поднялись и подумали не о одном человеке, которого зовут Петя, Саша, а подумали о вот дизайн Бога для отца, для твоего будущего сына, который будет отцом, для общества, роль мужчины, и как она сегодня истребляется. Второй пункт атака на мужчин – это Голливуд. Современные фильмы сегодня и мультфильмы, которые я сейчас вам представлю, у них есть точно темная тактика. Например, модернное фэмили-тиви-шоу «Модерн фэмили». Это шоу, которое очень популярно в Америке с 2009 года по 2020 год. Или же фильм, комедия, который называется «That's my boy». Возможно, большинство из родителей даже не видели эти фильмы, но ваши дети, скорее всего, они их смотрели. Главная идея этих всех фильмов – это показать отца, как… Ну, в английском слове… В английском описании используются такое слово, как «идиот». Просто самый глупый, самый неспособный. Просто остав ему ребенка, и это будет просто хаос. Это будет просто конец света. Показать его, что он глупый, что он просто ни на что не способный, что его не за что уважать. И эти фильмы и мультфильмы сегодня продвигаются Голливудом для того, чтобы не просто посмеяться, как кинокомедия какая-то, а для того, чтобы в корне разрушить принципы, которые Бог… Заметьте, Бог дает принципы, дьявол их разрушает. Бог дал роль особую отцам. Сегодня дьявол, этот авторитет, полностью выбивает со всяких… Все основания. Дальше еще пару примеров фильмов. Следующий слайд. Например, «Family Guy» или, например, «Vacation» или «Father of the Year». Хочу, чтобы вы заметили, что здесь не только фильмы для взрослых, здесь есть мультфильмы, мультики, которые смотрят дети. А в этих мультиках показываются, что папа… Знаете, помните русскую сказку? Иванушка… Так что, вы видите, не только эта американская пропаганда, она запущена еще давно. И как бы она, по идее, работает. И по идее, как бы все сделано для того, чтобы в детях опустить, полностью разрушить авторитет отца или отцовства. А теперь, друзья, попробуйте вспомнить, как это было раньше. Сто лет, давайте возьмем, сто лет назад. Когда учительница раньше в классе говорила ребенку, я расскажу папе, то для ребенка это что было? Какой тихий? Ужас тихий. Помните, да? Если раньше так было. Но я говорю, сто лет назад. Чтобы мы сориентировались, где мы во времени. А сегодня, когда учительница говорит ребенку в школе, что я расскажу кому, папе или маме? Уже учительница говорит, я расскажу маме. А ребенок что говорит в ответ? Ну, смешно. Или не смешно, не знаю, смеяться или плакать. Вы понимаете, как авторитет родителей подорван, разбит полностью? Но хочу, чтобы вы заметили, это не случилось за сутки. Это взяло целое поколение. Это взяло время. Но я хочу, чтобы вы видели, что программа запущена. Движение феминизма, движение Голливуда. И уже диснеевские мультики, которые смотрят наши дети, это уже не такие безобидные Микки Маусы, Мишки, которые там ничего как бы страшного нет. Уже Дисней сегодня, это уже имеет такую пропаганду демоническую. Почти каждый сейчас современный мультфильм диснеевский выходит. Там вы увидите очень, если вы внимательно чуть-чуть посмотрите, там всегда есть волшебство, колдовство, какая-то демонизация. И эти же мультики, они же и разрушают умы наших детей. Но нам, как родителям, теперь важно вникать, что смотрят наши дети, потому что эти все мультики или мультфильмы, они сто процентов на них сегодня влияют. И поэтому, если сегодня вы или ваше окружение есть те, которые опускают мужчин или же отцов, вообще роль, сам вот этот роль, которую Бог дал, предназначил для него. Я не говорю о конкретном человеке, который мог быть неправ, но вообще о роли мужчины, то если мы так поступаем или подражаем, то мы на их команде. А я верю, что мы, христиане, должны стоять, противостоять этому движению и стоять на наших библейских принципах. Третья атака на роль отца – это движение ЛГБТ. Это тоже запущена специальная программа. Она также уничтожает отцовство или вообще размывает все границы, любое понятие, что такое мужчина или женщина, или в общем Божье творение. Вот месяц, прайд-мант, который сейчас проходит в Америке, или же рестораны, кафешки некоторые, магазины, все заполнено вот этой пропагандой этого движения. И даже образование наших маленьких детей сегодня в школах, куда вы отправляете ваших детей учить математику, то вам там будут учить, что это нормально иметь две мамы. А ребенок уже такой в замешательстве, а как же, а где папа? Ну вот две мамы, хочешь, кто-то из них будет твой папа. И ребенок как будто бы не понимает, куда и что, как, где оно называется. Приведу вам пару мультфильмов. На следующем слайде вы видите мультфильм, который ваши детки, наверное, видели. А теперь вы узнаете, что эти мультфильмы пропагандируют. Вот этот верхний мультфильм, он такой как бы вообще, ну как будто в мире животных. Но когда вы смотрите этот мультфильм, то там в одном эпизоде животное, ребенок спрашивает у животного родителя. Говорит, папа, я не знаю, кто я, я мальчик или девочка. А животное папа отвечает, ну ничего страшного, тебе не обязательно быть мальчиком или девочкой. И детки наши смотрят и думают, а кто же я? А мультики им помогают понять, ты не обязательно он или она. Ты можешь быть просто вот между, или можешь быть и мальчик, и девочка. А еще популярный мультфильм «Папа Пег», который детки смотрели и, наверное, все взрослые смотрели. Только взрослые сегодня не будут поднимать руки, кто его смотрел. Но в этом мультике уже объявлено то, что папа Пег празднует гей месяц, прайд. И он это делает так, с дерзновением. А детки наши смотрят и думают, ну, если поросенок уже празднует с флагами, то а куда же нам, а мы с этим поросенком уже дружим, уже лет 10 смотрим на него, как бы он наш герой, то и мы, наверное, будем праздновать. Вот, друзья, вам и программа, которая запущена. И хочу заметить, что вот это алфавитное движение, оно предпочитает использовать не он или она, а они больше предпочитают использовать местоимение «оно» или «они». А теперь, что мы получаем в итоге. Смотря на то, что ЛГБТ умышленно отказывается употреблять «он» или «она», а предпочитают употреблять «оно», и тем самым они отрицают понятие биологического пола, который дается человеку от рождения и определен Богом. Тем самым они выступают с бунтом против установленного Богом закона природы и принципов устройства семьи и продолжения рода. Дальше. Они претендуют быть представителями духовного мира. Здесь внимание. Почему духовного мира? Духовными существами. Так как смотря в Писание, духовные существа, ангелы, дух человека и демоны не имеют пола. А в греческом оригинальном тексте, на котором написан Новый Завет, они обозначены словом «оно» или точнее в английском переводе словом «эт», которое переводится как «оно». И если эта идея исходит от духовных существ, то нетрудно догадаться, какие эти духовные представители, то есть демоны. Сложный текст, но идея, я думаю, понятна. А теперь пример из Писания. Матфея 17, 18. «Иисус запретил ему, и бес вышел из него». Это русский перевод. А теперь читайте английский. «Jesus rebuked the demon, and it came out». «It» — это «оно». «Оно» вышло из него. Не «он», не «она», а «оно». И сегодня вот это движение ЛГБТ, оно именно употребляет вот эти местоимения. «Оно» или же «они», специально избегая, разрушая структуру, природу, которую Бог создал. А теперь, я думаю, мы все понимаем, что это либерализм, это движение, которое сегодня с нарастанием развивается в нашей стране, как оно разрушает структуру семьи, отцовство, понятие всех библейских принципов и роль, которую Бог дал отцам-мужчинам. Сегодня в Америке насчитывается всего лишь полтора процента людей, трансгендеров. Но я думаю, что мы все чувствуем, какое шумное движение в медиа-мире они создают. Вам не кажется, откуда у них такая сила? Откуда влияние? Почему 99% не может справиться с одним процентом? Вам не кажется, что там что-то за ними очень сильное, очень темное, очень демоническое, которое сегодня навязывается нашим детям? Да, друзья, я согласен, что эти новости, которые сейчас рассказываю, они негативные, они не вдохновляют. И мне даже плохо, что я об этом говорю. Это не позитивная информация. Но я думаю, что мы, как родители, должны это знать. Мы должны не просто в праздник отца сказать кому-то «Happy Father's Day». Мы должны знать глубже, больше думать о том, что ожидает наших детей и что я, как отец, могу сделать. Дальше, четвертая причина – атака на роль отца – это высокие материальные запросы. Есть разница между нужда и хотелки. Хотелки – это в переводе «мне хочется чего-то, чего я сам не знаю, но мне просто хочется». И сегодня, друзья, культура Инстаграма, она помогает этому развиваться. Когда ты сравниваешь свой дом и другой дом где-то в Бойзе, Айдахо, ты смотришь как бы на свою кухню, а в Инстаграме тебе показывают другую кухню, которая там стоит 70 тысяч. Так смотришь на свою кухню, думаешь, ничего себе, приехали, моя кухня. Ты так к мужу иди сюда, дай тебе покажу, как люди живут. И ты ему Инстаграмчик как бы включил, а муж так голову повесил. Она говорит, смотри, смотри, вот какие кухни есть, или там машины, или там диваны, что угодно как бы. И эти желания, они толкают отцов на заработки. Сегодня, я думаю, не только в нашей церкви, а во многих, наверное, есть среди нас тракисты. Эта профессия, она особо тем, что она вынуждает отца отсутствовать дома. И некоторые из них могут по три недели в месяц не быть дома. Ну, плюс-минус у каждого по-разному, но идея понятна. Или взять любую другую профессию, где мужчина работает 10-12 часов в день. И на этом могут быть причины или объяснения. Человек это делает, потому что, например, нету знания английского языка для тех иммигрантов, кто здесь живет. Либо маленькая зарплата, и у него не хватает оплатить счета. Либо он понимает это временно, у него есть какая-то цель там определенная. Или же человек просто, ну, страдает, пока ничего изменить не может, но он просто вынужден. Есть такие причины. Но я хочу, чтобы мы знали о других причинах, о которых неприятно говорить. Но эти причины тоже есть сегодня, среди нас, и, я думаю, во всех западных странах. Эта причина называется высокие материальные запросы. И это, друзья, ворует отца у детей. Это делает влияние папы очень минимальным. Влияние на воспитание детей папы стаёт почти незаметным. Это когда материальные ценности стают настолько приоритетными, ценными. Настолько вот эти запросы американской мечты. Салоны красоты, крутой дом, круче машина, бренды, шмотки, сумки и всё остальное. И с одной стороны, как бы здесь нет ничего ужасного. Мы уже все к этому привыкли. Оно всё хорошо. Только одна проблема. Папы нет дома. Потому что папа пашет, папа зарабатывает, папа на двух работах. Или папы просто нету дома, потому что мы взяли уровень жизни. Наши диваны, наши там одежды, они заставляют нас работать очень-очень-очень много. И здесь важно задать честный вопрос. Я не бываю дома. Я пашу, потому что у меня нету дома хлеба, чего есть или во что одеться. Или я должен честно себе признаться, есть другие причины, почему папы нету дома. И к сожалению или к счастью, слава Богу, что не все такие жёны. Но я думаю, реально смотреть нужно правде в глаза, что иногда бывает, что и современные жёны сегодня, они как будто бы уже не нуждаются в муже или в отце. Всё, на что он способен или что он должен делать, это только зарабатывать деньги и выполнять трудную физическую работу. И всё. Во всём остальном она сама справится. И факты налицо. Если его нету дома месяц, нет проблем. Стирка справится, уборка справится, накормит, школу сделает, уроки сделает, счета оплатит, с бумагами, с письмами разберётся, с детьми всё сделает. А отец приехал домой. Ну, хорошо приехал, но главное, деньги зарабатывай. Езжай, во всём остальном мы сами справляемся, мы уже без тебя привыкли. Езжай, зарабатывай бабки, а мы будем жить красиво. И с одной стороны, вроде бы, кто-то скажет, да нет, это неправда, это не так, я хочу, чтобы муж был дома, я хочу, чтобы семья была вместе. Но тогда нужно понизить материальные запросы. А на это не все готовы. И в Писании написано, Филиппийцам 4 глава, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в изобилии, научился и в скудости, и в недостатке. Идея научился, это подразумевает процесс, это не завтра ты научишься. Это процесс, учёба, это экзамены, это трудно, нам это не нравится. Но самое первое, это нужно захотеть. Никто же, нельзя человека научить, если он не хочет этому научиться. Вы пробовали кого-то учить, а он не хочет учиться, а вы его учите. Так вот здесь вот текст Писания, первое, обращается ко всем верующим, что нам, как зрелым христианам, нужно всё-таки к этой идее стремиться и научиться и прийти. Иметь желание хорошее, это нормально, у меня они тоже есть, желать что-то хорошего, лучшего, это нормально. Но когда это нами обладает, и когда я стою раб, 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 в самом настоящем смысле слова, только не Божий раб, то тогда, друзья, вопрос, что, чем я жертвую? Чем я жертвую? Ради кого всего я это делаю? И здесь можно ещё, наверное, сказать, что есть и другой вариант реакции любой жены. И если это правда в вашем доме, то она может сказать примерно так. Знаешь что, дорогой, я принял решение, для меня это было, честно признаюсь, сложно. И вот обстановка вокруг меня, она мне даже не помогает. Но я принял решение, знаешь что, давай мы съедем в какой-нибудь вот маленький старенький домик, или в рент, пойдём в аренду. И ты знаешь, я решила, что я не буду больше тратить столько денег на салон красоты, на шмотки, бренды, тренды и всё прочее. И кухня, в принципе, сойдёт. Я решила, что я хочу, чтобы ты был дома. Я понимаю, что для наших детей нужен отец. И я готова понизить материальные запросы, чтобы у детей был папа. Всё, можно идти домой. Друзья, вы знаете, я это говорю совсем не с той целью, чтобы кого-то унизить или сделать ещё больнее. Я знаю, что люди, которые в такой ситуации, им уже больно, им уже плохо. Я ни в коем случае, наоборот, я хочу обратиться к отцам и обнять вас и сказать, что у нас не всё получается хорошо. У нас не всё, мы не идеальные. Но как нам важно знать правду. Как нам важно себе её признать и сказать. И как нам важно просто выбирать правильные приоритеты в жизни. Вы знаете, следующее, божественный взгляд на мужчину. У нас не будет времени это пройти. Если можно показать три пункта на экране, все три сразу. Бог предназначил для отцов, во-первых, быть главой в семье. Второе, обеспечивать. И третье, воспитывать детей. Смотрите, какая роль, какое доверие со стороны Бога мужчине, которому Он создал. Это не значит, что женщина, она не ценная. Просто или она хуже, второсортная, совсем нет. Это значит, что у каждого есть роль, которую Бог предназначил. И я думаю, что в этом списке у мужчин больше всего получается справляться с пунктом «Б» – обеспечивать. А вот с остальными пунктами бывают немножко проблемки. Потому что, когда мы говорим «быть главой», то лидеры, мужчины бывают часто успешны во всех сферах, кроме духовной. Почему-то, если вы следите за миром сегодня, то когда идет речь собрать детей на молитву, то чаще всего это делает жена. Когда нужно читать Библию, это чаще делает жена. И чаще всего жена тянет мужа в церковь. Слава Богу, не у всех, но если мы смотрим на общую картину, то мы видим, что вот эта атака, пропаганда, вот эта программа, запущенная силами тьмы, тьмы, она сегодня работает. Сегодня много мужчин, они отсутствуют, полностью отсутствуют в воспитании детей, в семье, в влиянии. И уже кто решает, куда деткам можно пойти, а куда нельзя? Ну, конечно, кто же это решает? У мужчины у него есть тайтл, а жена все решает. И, в принципе, он, если даже он и дома, то он все равно тут как гость. Он как бы тут все равно, он тут не в теме, он не привык, а без него уже привыкли. И, друзья, я снова не хочу никому делать больнее. Я просто хочу, чтобы мы видели правду. Видели и сами себе могли признаться. Ну, почему я в такой ситуации? Если это безвыходность, ну, нормально. А если есть перекос в чем-то, то давайте будем его исправлять. Хочу установиться немножко на воспитании детей. Приведу вам статистику, американскую статистику, с 2005 года по сегодняшний день. 85% молодежи, которые сегодня сидят в американских тюрьмах, это они из семей, где нету отца. 90% бездомных или тех, которые убежали из дому в молодом возрасте, это семьи, где не было отца. 63% молодежных самоубийств случаются из тех семей, где выросли без отца. 71% тинейджеров, девочек беременеют в раннем возрасте из семей, где не было отца. 75% это наркотики, алкоголь. Один из четырех ребенков сегодня в Америке не имеет отца. Вы видите, как программа работает? Какое достижение, когда отцовство разрушено, когда отцовство отсутствует, какие мы имеем результаты? И да, друзья, вот эта страшная статистика, она может произойти и даже и в той семье, где есть отец. Но если его нет, то тогда шансы, риски просто в разы, в разы увеличиваются. И в Фессианам 6, 4 написано, «Вы отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Заметьте, не написано, что мамы, жены воспитывайте. Написано, «отцы». А женам и мамам спасибо за то, что они воспитывают, вкладывают и часто возмещают то, что мы проваливаем. Там, где мы недорабатываем, как отцы. Но ответственность Бог положил на тебя, как на отца, чтобы ты воспитывал. И нужно воспитывать не только в «как научить ребенка, как ездить на машине или как крутить гайки». Написано, «в учении и наставлении Господнем». Это значит, что папа должен брать Библию, папа должен взывать и папа должен учить библейским духовным принципам. Если ты папа-христианин, это твоя ответственность. Это роль, которую Бог доверил тебе. Не воскресная школа за это отвечает. Это ответственность тебя, как отца. Да, друзья, я верю, что есть воспитание умышленное, а есть неумышленное. Неумышленное воспитание – это когда ребенок что-то сделал неправильно, ему так раз и подзатыльник дали. Это так неумышленно. И он не ожидал, что натворит, и вы не ожидали, что вырвалось. А умышленное воспитание – это когда вы садитесь, вы предупреждаете, вы рассказываете, вы опережаете события. Вы ему объясняете, что правильно, неправильно. Он натворил. А вы ему снова садитесь и снова ему объясняете. Вы ловите вот этот момент. А как можно момент словить? Я приводил этот пример в машине, когда ваши дети едут, и вы их ремнями пристегнули, привязали, и он никуда не рыпнется и не выпрыгнет никуда с подводной лодки. Вот здесь вот вы ему рассказываете, учите, наставляйте, говорите. 15 минут едешь – вот лови этот момент, делай список себе в телефоне, о чем ты хотел бы поговорить со своими детьми. Потому что их внимание очень короткое. Если ты будешь дома это делать, возможно, но, возможно, надо будет за ними бегать, потому что у них же, вы знаете, все бегает. Поэтому catch the moment. И в Таразаконе 6 глава написано, «Да будут слова сии, Бог обращается к Отцу, который я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Бог к Отцу обращается. «Внушай их детям твоим и говори о них». Вопрос, когда? Вот когда. «Сидя в доме твоем». Как часто ты сидишь, не знаю. Может, все время стоя. Но написано, вот, сидя дома, сел, вспомнил, и сразу надо встать. Ну, конечно, шутка. Но я говорю вам, смотрите, как, что ожидается, сидя в доме твоем, идя дорогою, то есть в машине едешь, потом ложась и вставая, то как часто? Сколько раз вы насчитали? Вот, друзья, ответственность, которая ложится на отцов, чтобы вот именно передать, чтобы вот детей научить, воспитать, друзья. Мне нравится английский перевод, там написано «repeat them again and again». Повторяем снова и снова. Talk about it with them. At home. Говори об этом. Не только чтобы мама, а ты как отец. Это твоя ответственность. И сегодня мы хотим сказать тебе, как отцу, не только «happy Father's Day», а не забудь об ответственностях, которые Бог нам доверил и дал. И последнее, друзья, это хороший отец может быть только во Христе. Я объясню, что я имею в виду во Христе. Это значит, следующий слайд, это значит, что он может быть не просто номинальный верующий, который ходит иногда в церковь, или который называется верующим, а тот отец, который настоящий, верующий, который имеет регулярные, стабильные, личные отношения с Богом, когда никто это не видит. Для него это ценно, для него это важно, и он это делает. Но у вас появляется аргумент, как это только во Христе. А я вот знаю соседа, который у меня человек неверующий, но порядочный, жену не бьет, не пьет, и детей любит. Хороший вопрос. И вот ответ. в дизайне Бога, хороший отец, это тот, который в гармонии с Богом. Потому что, если он в гармонии с Богом, то он сможет своих детей научить христианским принципам, принципам Писания, и он сможет в него вложить дух правильный, дух божественный, который в школе не дают. А для этого, если человек не верующий, он никогда это делать не будет. потому что для него это не составляет никакой ценности. Но в дизайне Бога, кто верит в священное Писание, то там именно так написано, что Бог дал роль мужчинам, отцам не только зарабатывать, гонять, наказывать, а именно духовно вложить все в своих детей, чтобы они были хорошими христианами. Иисус Анавин 24 написано, а я и дом мой будем служить Господу. Заметьте, здесь начинается со слова я. Это Бог говорит, это Иисус Анавин говорит, я первый отец, я и мой дом. То есть, все начинается с тебя, как с главы твоего семейства. Хочу добавить, друзья, что даже духовный отец, даже христианин, верующий отец может ошибаться. И я ошибаюсь. Я не идеальный отец. И я знаю, что даже христиане, верующие, они как отцы тоже ошибаются. Но если человек не во Христе, если он вообще никак не живет по принципам Писания, то тогда такие отцы превращаются бьет маму, бьет детей, пьет, никак не заботится, приходит домой пьяный, насильник, изнасиловал. И когда приходит день отца, праздник, то у таких людей нет ничего позитивного вспомнить, кроме горечи, боли и слез. Других эмоций нет. Вот что значит отец без Христа. А даже с Христом и то, как я сказал, и то у нас не всегда получается. Поэтому если сегодня ты страдаешь от того, что у тебя не было хорошего примера в жизни, не было отца в жизни, я хочу, чтобы ты знал, что это не был дизайн Бога. Бог так не задумал и Бог вместе с тобой скорбит о таких плохих примерах. У Бога структура предназначение другое, но дьявол сегодня это разрушил и продолжает уничтожать. если у вас умер Папа, вспомните самое лучшее, что вы можете о нем. Подражайте их примеру и скажите я буду такой, как мой Папа и я тебе желаю даже буду лучше, чем он. И помни, что если у тебя его нету и никогда не было хорошего примера, у нас есть небесный отец. И Библия говорит, даже если мать забудет, оставит, отец непутевый, помни, Бог написано никогда не оставит. Вот это отец небесный. Мужчины, 1 Коринфянам 11 написано, я хочу, чтобы вы знали, я хочу, чтобы вы знали, по-английски написано, I want you to realize, я хочу, чтобы вы осознали, что всякому мужу глава Христос. Это значит, что у тебя есть начальник, у тебя тоже есть супервайзер, у тебя тоже есть глава, и ты должен об этом помнить, даже если ты это игнорируешь по жизни, это не меняет этой истины. Ты можешь требовать и ожидать подчинения или послушания от жены, но ты сам должен быть подчинен Христу в голове. Это тоже божественные принципы, которые не менее важны. И если у тебя Христос глава, то ты с Ним советуешься, спрашиваешь, ищешь Его волю, никаких движений не делаешь без Него. Твои амбиции, планы, мечты на втором плане, Его воля на первом. Является ли для тебя Христос главой? Об этом, я думаю, могут помочь разобраться супруга или дети. Они скажут, да, точно, для моего Папы Христос глава. Я это вижу в Его разговорах, в Его приоритетах, в Его делах, в Его эмоциях, в Его ценностях жизни, для моего Папы Христос глава. А для другого я сам себе глава. Как хочу, так и живу. Да, друзья, сегодня это общество, в котором мы живем, уничтожает отцовство, унижает мужчин, что они просто ни на что не способные. Только могут деньги зарабатывать, ну и шкафы двигать. А так в принципе помните идея феминизма мир без мужчин. Примерно год назад на Украине началась война. И за очень короткий срок из страны убежало более 10 миллионов мирного населения. Спасаясь от снарядов, бросая свои дома, свои бизнеса, все нажитое, свое имущество. Вы представляете масштабы 10 миллионов? население Белоруссии 9 миллионов. Это значит, почти вся страна выехала. И было время, друзья, что когда этот ужас настал, то выпускали людей через границу разных. Молодых, старых, средних, кроме мужчин. Почему? Почему они должны умирать первые? Когда приходит такой ужас, как война, движение феминизма блекнет. Они остаются для того, чтобы защищать не только страну, город, но в первую очередь свою семью. своих жен, свои дома и своих детей. И кажется, вот эти мужики, которые ни на что не способны, вот эти идиоты, как Голливуд нам пропагандирует, вдруг они такую обретают ценность. Я хотел бы обратиться сегодня к детям и к нашим уважаемым сестрам. Цените их. А к мужчинам, к отцам сегодня хочу сказать, мои братья, отцы, помните, что мы предназначены защищать нашу семью не только во время войны. большинство пожарников сегодня в мире это мужчины. Почему? Почему? когда приходит время защищать и спасать, то должны встать они. Вы понимаете, друзья, как сегодня все в мире перевернуто, как дьявольская программа преуспевает, как божьи принципы разрушаются, как нам нужно стать на защиту этого движения, либерализма, который сегодня убивает все божественное, заложенное Богом. Вы понимаете, что сегодня вашего сына и вашего мальчика вы должны научить, что есть библейские принципы, что он должен вырасти и быть не просто мужчиной, он должен быть отцом в библейской, в библейском смысле слова. И несмотря на то, что все принижают эту роль и почти она сегодня не нужна, она не имеет ценности, большинство отцов отсутствует в семьях, но кто-то же должен встать, кто-то же должен сказать, нет, я не хочу, чтобы мой сын вырос таким, я не хочу, чтобы он вырос хлюпиком, который будет на подхвате, все делает жена, он один мне сказал, а я на подхвате, а потом не знаешь уже кого хватать. Отцы, сегодня я хочу призвать вас stand up, let's stand, let's take a stand, давайте будем стоять за принципы библейские, божественные, давайте в наших семьях, я прошу жены, мамы, помогите вашим мужьям занять их роль, если даже они ошибаются, даже если они неправы в чем-то, то я хочу, чтобы мы все увидели большую картину, что наши сыновья и твоя девочка вырастет и тоже будет плевать в ту сторону, потому что ее так воспитали, но оно же не будет работать хорошо в этом мире, потому что оно не так задумано Богом, а если оно не по божественным принципам, в мире будет хаос, зло, насилие, разрушение, это то, что происходит сегодня, потому что безотцовщина, потому что отцы превратились просто в рабов, которые зарабатывают бабки и все. Псалом 126 перед нашей молитвой «Если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его». Я хотел бы, чтобы каждая мама и каждый папа сегодня услышал, что наша самоуверенность и самоправедность часто нас ослепляет и губит. Я хорошая мама, мои дети кушают только органик фуд и ходят в private christian school. Это мы еще посмотрим через лет 10-20. У многих, вы знаете, не получилось. А я хороший папа, я своего сына вывез там куда-то раз в год. я обеспечиваю свою семью. Но его, в принципе, могут и в интернате обеспечить необходимым. И здесь, друзья, мы снова сталкиваемся с реальностью, которая не очень приятная, но правду она же все равно ценная, хоть она и неприятная. и хотел бы сказать себе, что иногда вот к нам подступает такая вот самоуверенность, самоправедность. У меня с детьми нормально, у меня получается. Я делаю, я хороший отец, я хорошая мама. Вот этот стих для нас, если Господь не созиждет. И если у кого-то не получилось с детьми, хочу вас успокоить, не вините себя очень сильно, потому что даже Бог, даже Бог дает человеку свободу выбора. И рано или поздно ваши дети будут выбирать. Свобода выбора Бог дал. Но ты, как отец или мать, должны сделать все возможное, все возможное с твоей стороны. А если ты не знаешь, как и откуда начинать, то авторитет это Божье Слово. Мудрость не моя, а божественная. Не просто философия какая-то, но авторитет Бога, который все создал, задумал, придумал, есть дизайн, есть хороший план, лишь бы люди следовали этому плану. На этом, друзья, я приглашаю всех для молитвы. Я хотел бы предложить, чтобы отцы сегодня сказали, Господь, помоги мне. Господь, дай мне мудрости. Господь, я не справляюсь. Я хочу занять свою роль, свою позицию, которую ты предназначил для меня. Те, которые сегодня страдали от плохих примеров, я сегодня вас призываю, выходите для молитвы, сюда, прямо вперед, если у вас есть раны, эмоциональные, душевные, плохие воспоминания. Я сегодня хочу напомнить для всех, кто без Отца, что Бог, Отец Небесный, Он остается верным всегда и во всем. Ему за все слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok